Здравствуйте! Это итоги дня информационного портала управда.ру в студии Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. На УАЗе разработают автомобили для лесничих. В Ульяновске прошла Поволжская экологическая неделя. Скорость, драйв и тофисик. В Ульяновске завершился международный форум «Японская весна на Волге». Строить или нет? Общественная палата ждет ответов ульяновцев. Школьники из Ульяновска стали чемпионами России по шахматам. В Ульяновске прошла Поволжская экологическая неделя. В ее рамках был наведен порядок на правом берегу Волги между двумя мостами. В школах и детских садах региона прошли тематические мероприятия, о чем говорили на пленарном заседании в нашем материале. В наноцентре прошло пленарное заседание 9-й Поволжской экологической недели. Участие в нем приняли председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин, руководитель департамента лесного хозяйства ПФО Александр Арнатский, заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов и другие. Был представлен государственный доклад о состоянии окружающей среды Ульяновской области в 2018 году, который ляжет в основу экологического послания губернатора Сергея Морозова. Место для сегодняшнего совещания выбрано не случайно. Символичное место, которое мы выбрали для проведения данного мероприятия, данных круглых столов, данного обсуждения. Сегодня мы находимся в центре, наверное, одного из самых активно развивающихся индустриальных парков нашего региона, промышленная зона заложена. Цифры радуют, доклады впечатляют. Гости региона готовы перенимать ценный опыт, но незамыленным взглядом видят и ошибки. Актуальность проведения данного мероприятия для меня более чем очевидна. Приехали поучиться, передать свой опыт и перенять опыт соседей. Если по лесовосновлению, по созданию новых лесов нареканий к области нет, и уже на сегодня практически стопроцентный план по воспроизводству лесов выполнен. Это более полутора тысяч гектар новых лесов создано. Осенью посмотрим, оценим качество их лесов, но практика показывает, что качество неплохое. С другой стороны, охрана лесов от пожаров. Здесь, конечно, нужно несколько отладить саму систему профилактики, систему реагирования на лесные пожары. Позитивный итог обсуждения – идея разработки ульяновским автозаводом специальной машины для лесничих. Если ее удастся реализовать, УАЗ получит большой госконтракт. А в плане экологии в регионе все хорошо. Во всяком случае, цифры, приведенные министром ульяновской природы, уверяют нас в этом. Нешуточные страсти разгорелись вокруг возможного строительства храма Александра Невского в Засвияжском районе. Верующие жаждут обновления святыни. Что думают остальные ульяновцы? Скоро узнаем от специалистов общественной палаты. Стоит ли взамен деревянного построить каменный златоглавый храм? Тема возведения новой церкви на проспекте 50-летия в ЛКСМ бурно обсуждается в Ульяновске. Проще говоря, прихожанам святыня нужна, но что думают остальные? Сотрудники аппарата общественной палаты приступили к опросу жителей Засвияжи. Сергей Терехин призвал ульяновцев не бояться интервьюеров. Я вот еще раз обращаю внимание жителей, чтобы не пугались, что если от аппарата общественной палаты приходит специалист с опросом, чтобы они понимали, какой это опрос. Напомним, в пятницу проходил сход граждан, где они высказывали свои мнения по поводу возможного возведения нового храма Александра Невского. Прихожане, ныне действующей церкви, конечно же, мечтают о расширении. Они утверждают, что приход с трудом умещается в тесном бревенчатом здании. Очень много народа у нас. И тесно, и батюшка очень сложно молиться в таком маленьком храме. Люди потеют. Очень душно у нас. Когда мы узнали, что этот храм будет, мы настолько обрадовались, настолько... Ну, и вы знаете, это культурное место будет, в общем-то. И самое главное, что оно никого не затрагивает. Вот сейчас вот эта вот стройка, она же ничего не затрагивает. Я просто поражаюсь, почему это такое противостояние. Очень много сейчас приходит с маленькими новорожденными детьми. Поэтому большая у нас потребность в расширении, чтобы храм был большой. Очень хочется, чтобы была воскресная школа, чтобы был психолог семейный православный. В социальных сетях появлялись сообщения о возможных акциях протеста против строительства храма. Конечно же, среди горожан нашлись и несогласные. Кто-то волнуется о вырубленных деревьях, кому-то жаль места на территории. Суцопрос проходил в минувшие выходные и продлится еще несколько дней. Как считает руководство общественной палаты, мнение 500. Респондентов будет достаточно, чтобы принять верное решение. Виктория Черкова. Новости Ульяновской правды. Школьники из физико-математического лицея номер 38 одержали безоговорочную победу на всероссийском турнире по шахматам на Кубок российского движения школьников. Турнир проходил в Москве с 17 по 19 мая. Сегодня ребята вместе со своим руководителем вернулись домой. Мы только одну встречу закончили в ничью с Москвой. Все остальные встречи выиграли и заслуженно завоевали первое место. Честь Ульяновска защищали Елизавета Лагунова, Марина Фролова, Иван Горелов, Петр Ватутин. Они сражались с лучшими шахматистами из Хабаровского края, Кемеровской, Свердловской, Калининградской, Волгоградской и Московской областей. Кроме командного первенства подводились итоги и в личном зачете. Победительницей всероссийского турнира в личном зачете стала 11-классница Елизавета Лагунова. Сложнее было, скорее всего, в командном, потому что в командном играешь за команду и не можешь рисковать. А в личном зачете ты можешь рискнуть и где-то схитрить, потому что играешь за себя. И за себя как-то не менее ответственно, чем за команду. Чтобы выйти в финал, ребята победили в областных состязаниях и лидировали в турнире ПФО. Ежегодно в 3-е воскресенье мая во всем мире проводится Международный день памяти умерших от СПИДа. Этот день – символ поддержки тех, кто живет с болезнью. В этом году этот день выпал на 19 мая. Всю прошлую неделю в Ульяновске проходила всероссийская акция «Стоп Вич СПИД». Завершилась она накануне. Традиционным забегом протестируй себя. Больше 300 участников собрались во Владимирском саду. Среди них – волонтеры-медики, общественные организации и неравнодушные ульяновцы. Старт забега был объявлен в 15.00. Участники пробежали расстояние от центра города до торгового комплекса «Аквамол», где их ждали тематические площадки. Это очень посещаемое место. И данная проблема в Вич СПИДе очень актуальна. Почему? Потому что это болезнь молодых. И она лечит судьбы тех людей, которые чаще всего достигают 30 лет. И именно они активно заболевают этим заболеванием. В торговом центре все желающие могли анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, получить консультацию специалистов и пройти дополнительное обследование здоровья. Я считаю, что такие мероприятия нужны. Они заражают позитивом, они сплочают, настраивают на то, что надо заботиться о себе и о своем здоровье. Международный день памяти умерших от СПИДа отмечается в мире уже 36 лет. Марафон, приуроченный к дате, проходил в Ульяновске всю прошлую неделю. Для школьников проводились открытые уроки, для горожан – семинары. По замыслу организаторов, проходящие мероприятия необходимы для информирования населения по широкому спектру проблематики ВИЧ-инфекции – от путей передачи до профилактики. Достижение нашей области в том, что мы с 2016 года по 2018 год увеличили на 10% количество людей, протестированных на ВИЧ. Но в этом году у нас стоит большая задача. Мы должны довести с 24% обследованных на ВИЧ до 30% населения области. Вирус иммунодефицита человека поражает иммунную систему, со временем лишая ее возможности сопротивляться другим заболеваниям и инфекциям. СПИД – это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции. Согласно официальным данным, около 18 тысяч ульяновцев являются ВИЧ-инфицированными. С 20 по 24 мая по вечерам трамвай номер 22 будет ходить до Парка Победа. Связано это с продолжением работ, заменой стрелочного перевода на перекрестке улиц Тимирязева и Роза-Люксембург. В Ульяновске завершился третий международный фестиваль «Японская весна на Волге». В последний день организаторы приготовили для ульяновцев спортивные состязания и тест-драйв новеньких автомобилей. Как это было, расскажет Наталья Чумаченко. В Ульяновске в рамках проведения форума «Японская весна на Волге» прошел автопробег и парад автомобилей. На главной площади Ульяновска перед домом правительства каждый желающий мог поучаствовать в тест-драйве. В третий раз в Ульяновском регионе на протяжении нескольких дней проходят деловые переговоры, конференции, мастер-классы, концерты и спортивные состязания, посвященные японской культуре. В завершающий день форума акцент был сделан на праздник для народа. Мероприятие продолжается. Это уже четвертый день японской весны. И если предыдущие мероприятия были больше посвящены молодежным вопросам, вопросам культуры, то сегодня спортивное и массовое мероприятие, которое как раз больше посвящено людям. На один день японские автокомпании представили автомобили брендов «Мазда», «Ниссан», «Датсун» для демонстрации и пользования ульяновцам. Организаторы решили провести автопробег, посвященный этому мероприятию, в котором принимают участие японские бренды, представленные в городе Ульяновске. И здесь, на площади, в заключении всего этого действия, будет проведен тест-драйв для правильного прохождения препятствий на японских автомобилях, в которых могут принимать участие все, кто пройдет регистрацию, все желающие. Активные спортивные ульяновцы не заставили себя долго ждать. Уже через несколько минут, после начала мероприятия, у стойки регистрации начала образовываться очередь. Многие просто хотели посидеть за рулем новенького автомобиля, а другие выиграть призы. Больше всего понравилось качество сборки этой машины, потому что очень хороший и газ, и тормоз. Нажимаешь тормоз, и машина прямо резко останавливается. Очень хорошее качество сборки, все материалы новые, качественные. И очень нравится организация данного мероприятия, все официально, все зафиксировано документально. Спортивный праздник субботнего дня продолжила презентация ТАФИСа. Первый всемирный фестиваль боевых искусств пройдет в Ульяновской области с 13 по 17 сентября 2019 года. К этому событию начинает готовиться уже сегодня. Перед сценой Ульяновские федерации боевых искусств представили своих начинающих и именитых спортсменов. Ребята спарринговали друг с другом и показали на матах самые эффектные элементы тренировок. Ну, я думаю, он нужен всем спортсменам. То есть для каждой федерации это еще одна возможность показать себя и привлечь новых занимающихся. А также продемонстрировать свои успехи, то, чего занимающиеся достигли в процессе тренировок. Международный форум закончился для ульяновцев веселыми конкурсами и награждением победителей тест-драйва японских автомобилей. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. Завтра в Ульяновской области ожидаются заморозки. Ночью местами по региону ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 3 градусов по Цельсию, сообщают в пресс-службе МЧС России по Ульяновской области. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням в 18.50 на информационном портале управда.ру. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин